Так, всем здорова! Сегодня у нас на обзоре новая посылочка, и данная посылочка уже не из Китая. Эта посылочка была куплена на просторах СНГ, и это Huawei Watch Fit, новый Huawei Watch Fit 2020 года. Классный такой смарт-бенд, смарт-часами это, наверное, сложно назвать, но классная вещь для тренировок, и просто как часы выглядят стильно, компактно и модно. По характеристикам здесь сразу подчеркивают три главные особенности, это 1,64 дюйма амуледовский экран с поддержкой Always On, это можно долго от батареи работают, в среднем до 10 дней, а также есть фитнес-котч, то есть фитнес-тренер анимированный, ну такие прикольчики от Huawei. Так, здесь у них заклеены, кстати, все фишки, но это там все расписано, 5 метров водонепроницаемость, возможность обновления через приложение, и больше здесь ничего не написано такого интересного, цвет черный. Давайте вскроем и посмотрим. Приложение используется фирменное, Huawei, я его уже скачал себе на телефон, и будем сейчас смотреть. Так, нас встречают такие часики, заклеены, я уже несколько раз отклеивал, поэтому наклейка так себе выглядит. Так, достаем часики и движемся дальше, что у нас еще в коробке. Так, достаточно стильно Huawei все это упаковали, здесь идет такая зарядка, зарядка, кстати, не очень удобная, только нужно одной стороной вставлять, и достаточно часто может выпадать, поэтому зарядка это не самое важное, что здесь есть, но она работает, она заряжает, просто нужно быть всегда внимательной с ней. Так, положим на место, и здесь, видимо, куча макулатуры, достаточно много, китайцы не пожлобились, напечатали такое краткое руководство пользователя, прям на русском даже есть, все расписано, но это нам тоже, надеюсь, не пригодится, и куча ненужного внутри картона. То есть, в принципе, коробку можно было сделать в два раза меньше, но Huawei решили сделать так. Движемся дальше, к самим часам, вот такой вот у них экранчик прикольный, ну, наверное, можно их будет на руку сразу примерить. Здесь на ремешке множество дырочек, то есть, можно выбрать самое удобное для себя, они находятся здесь буквально каждый миллиметр, здесь надпись Huawei, и браслет такой достаточно приятный на ощупь, антиаллергенный. Так, что здесь снизу? Здесь специально используется ремешок от Huawei, поэтому любой попавшийся ремешок сюда ставить не получится, но есть переходник с такого ремешка на обычный, поэтому если у вас есть специальный переходник за полтора доллара, который можно купить на Али, то с его помощью вы сможете вставить любой ремешок с обычных часов. Вот эти клеммы для заряда, здесь такая часть, это пульсометр и оксиметр. Справа, возможно, это микрофон, ну, да, я думаю, это здесь есть микрофон, но нету динамиков, и одна кнопка. Давайте их включим. Так, вот как они сразу на руке смотрятся, достаточно стильно и элегантно. Так, включились тоже быстро, видно, экран очень качественный, рамки незаметны, но, насколько мне известно, если так прям посветить, то видно, что нижняя рамка больше, чем верхняя. А так, верхний и боковые одинаковые, только нижний чуть больше, но этого незаметно, когда такие черные экраны стоят, амулет здесь хороший, поэтому, в принципе, на это не стоит обращать внимание. Слева у нас тут все стандартно, шагометр, секундомер, упражнения, управление музыкой, видимо, погода, стресс, стресс-тест показывает, даже пульс, и возвращаемся к экрану. При свайпе показывается статус Bluetooth, статус батареи, день недели и месяц, здесь есть вибрации, и когда ты собираешься ко сну, а, это, видимо, будет выключаться экран через 5 минут, здесь, чтобы уведомления все отключить, тут вибрация телефона, видимо, найти телефон, если где-то потерялся будильник, и настройки, давайте пройдемся по настройкам. Дисплей, watch face-ов очень много, покажу еще в приложении, но здесь реально есть из чего выбрать, и можно делать свои watch face, и поэтому с этим проблем нету. Движемся дальше, это уже watch face always on display, то есть можно выключить, давайте пока выключим. Здесь можно выставить порядок меню, то есть любимую, и добавлять еще, например, сон, то есть здесь есть тоже мониторинг сна, есть яркость автоматическая, вот максимальная, то есть достаточно хорошо видно даже при дневном свете, и можно уменьшать, вот, минимальная яркость. И есть датчик яркости, поэтому ставим автоматическую. И advanced, через сколько секунд, видимо, выключать подсветку стоит авто, и screen on, тоже, видимо, может always on screen, сколько будет держаться, наверное. Есть мощность вибрации, либо soft, strong, достаточно сильный, кстати, вибромоторчик, soft слабее и отсутствие вибрации. Do not disturb, это режим как раз без уведомлений. Также напомню, здесь есть русский язык, просто я использую английский, но, в принципе, без проблем можно с приложения выбрать русский. Настройки воркаута, то есть бег, езда на велосипеде, прогулка и другие тренажеры. Можно поставить автоматический detect, чтобы часы сами понимали, что, например, едете на велосипеде, тоже удобная функция. Система, здесь restart, power off и сброс настроек, и about, здесь уже модель, номера и так далее. То есть это все по настройкам. Меню. Есть пульс, SPO2 это оксиметр, здесь есть activity, то есть ходьба, бег и так далее. Sleep, сон, стресс, каким-то образом уровень стресса измеряет. Есть упражнения дыхательные, управление музыкой, уведомления, погода, таймер, секундомер, будильник, фонарик, найти телефон и настройки. То есть достаточно большой выбор. Давайте пройдемся по каждому пункту. А, еще есть также так. А вот здесь уведомления при свайпе, кстати, снизу вверх. Давайте наденем часы. И уже сможем измерить хотя бы пульс и другие показатели. Так, сидят достаточно плотно. Нажимаем. Так, видимо тускло, поэтому яркость нужно увеличить. Сейчас увеличим яркость. Поставим на пятерку. Да, я думаю, так вам лучше будет видно. И поехали. Начинается воркаут. И здесь огромный выбор с плавания есть. Плавание в море, плавание в бассейне, велосипед внутри помещения, велосипед снаружи. Достаточно много активити. И также можно самому добавить дополнительные виды спорта. Из такого прикольного здесь есть курсы. Такие анимированные классные курсы. Давайте, к примеру, вам покажу. Первый уровень. Старт. И здесь показывают, как нужно делать упражнения. И вы выполняете упражнения. Оно их засчитывает. Вам дает определенное время. И параллельно меряется пульс. Все, пошел пульс. Нужно 20 раз сделать. И так далее. Следующее упражнение. То есть, вот это прикольно. Такая особенность данных часов. Здесь есть даже нагрузку. Показывают при свайпе. Пульс, калории. То есть, достаточно классная штука. Так, как теперь выйти отсюда? Видимо, надо нажать. А так сбрасываем. То есть, реально прикольная вещь. Здесь таких очень много. На сжигание жира. На мышцы. На силу. Достаточно много разных видов тренировок. Также есть по бегу. Разные тренировки можно выбрать. Здесь можно будет отслеживать свою активность. И статус. Но пока я ими еще не пользовался. Поэтому здесь особо ничего нет. Далее. Пульс. Идет замер пульса. И измерение. Измеряют, кстати, долго. Может, это уже кислород замеряют. Обычно кислород так меряет. Ожидаем, пока это домеряет. Так, да. Это было замеры кислорода. 97%. И сразу же пульс. Померила 70%. То есть, сатурацию меряет. Почему-то падает. Но по факту... Давай чуть ближе подвину. Может, съехало. Так, 94%. Ну, не скажу, что это точно. Думаю, у меня выше. Но ладно. Есть activity. То есть, сон. Измеряют сколько часов. И так далее. Был сон. Какое качество был сон. Стресс. Здесь как-то через приложение просчитывают ваш уровень стресса. Так, что еще? Дыхательные практики. Здесь будут вам показывать, как дышать. Правда, здесь на английском. Но на русском будет удобнее, наверное. Вдох. Идет вдох. Потом выдох. Тоже такая... Кому-то может быть полезны такие упражнения. Управление музыкой. Так, сейчас вам покажу, как выглядит приложение. Сейчас зайду в Health от Huawei. Huawei Health. Так. И девайсы. Вот он есть Huawei, наши Fit. Так. И здесь, кстати, огромный выбор цифр блатов. Сейчас сразу по ним пройдемся. Бесконечное количество. Вот они прогружаются. То есть, реально есть из чего выбрать. И проблем с циферблатами никогда у вас не будет, я думаю. И постоянно добавляются. И можно делать самому циферблаты. Достаточно удобно. Здесь можно Health Monitoring. Будильник. То есть, все можно выставлять. Сбрасывать настройки. Обновлять. Проверять апдейт. Давайте проверим. Самая последняя версия стоит. Показывают. Что еще такого в приложении интересного? Да, я думаю, будет вся статистика. И управление музыкой. Сейчас зайду в свою музыку. И попробую любую какую-то песню включить. И управлять с помощью часов. То есть, как вы слышите, все работает. Переключение треков тоже работает. И срабатывает достаточно быстро. Также можно громкость прибавлять. Вот она здесь меняется. Тоже удобно. То есть, музыка достаточно комфортна. Особенно за рулем, например, управлять. Так, движемся дальше. Какие у нас еще остались? Пункт уведомления. Уведомления тут ничего особенного. Уведомления приходят. Задержек нет. Все, в принципе, отлично в этом плане. Погода. Показывают погоду. И здесь есть прям по часам, по дням. То есть, достаточно удобно. Все реализовано в плане погоды. Потом будильник. Таймер, секундомеру. На этом я не буду останавливаться. Вспышка. То есть, вот как раз видно экран. Хорошо. Достаточно большое пространство занимает. Но снизу чуть-чуть все-таки больше. Рамка. И Find Phone. То есть, телефон такой сигнал издает. Необычный. Так. Все. Disconnected. И, в принципе, все, что хотела сказать про эти часы. Буду еще пользоваться. Возможно, сниму дополнительный обзор. Но, в целом, часы классные. Заказал себе стекло на экран. На Али есть достаточно хорошие, недорогие. Жду, пока придет. И, в целом, все работает как швейцарские часы, только китайские. Рекомендую к покупке. Думаю, вы не разочаруетесь. И за 100 долларов хороший аппарат с хорошим экраном, который хватит надолго. И, думаю, будете каждый раз при тренировках или просто при ходьбе наслаждаться с таким устройством. Всем спасибо. До скорой встречи.